Каждая фигура – уникальный персонаж со своей эмоцией, характером и историей. Эти авторские игрушки в стиле стимпанк сочетают в себе пластику и механику. Для создания кукол мастер Сергей Дроздов использует запекаемую полимерную глину и набивной текстиль. Сам же процесс перевоплощения материала в готовый продукт небыстрый. На одно изделие уходит больше месяца, после чего произведение становится героями сказок, пиратами, воинами и рыцарями. На создание некоторых мужчину вдохновили и образы из кинематографа. Здесь есть работы, коллекция по «Бешеному Максу». Раньше была трилогия с Мэллом Гибсоном, когда-то сейчас австралийцы сделали, мне сейчас, наверное, года два назад, «Ярость дороги». Ждем продолжения. Вот там есть куклы, и они продолжаются. Есть несколько кукол из серии «Рыцарские забавы», то мечи куются. Раньше на холодную ковку расковывали, а сейчас на горячую, то есть это разогревается. Вот опять же, я говорю, что лозунг мой маленький, но настоящий. Игрушки Сергея Дроздова обладают съемными элементами. А все аксессуары созданы из настоящих материалов – кожи, дерева, ткани, стекла и железа. Например, у мини-машин даже есть двигатели, а ружья умеют стрелять. За искусно выполненные миниатюрные детали Сергей Дроздов получил награду на кукольном фестивале в Латвии. В номинации «Лучшие аксессуары». В Бабыруйск же специалист привез полсотни работ. Их посетители выставки оценили сразу же и по достоинству. Это необычно, современно, в духе, наверное, сегодняшнего времени. Поэтому, конечно, впечатления очень интересные. И приглашу своих знакомых тоже. Я все эти вещи люблю. Очень интересно, да, очень такие. Причем, ну, они все такие изначально мне показались очень злые, но потом вроде они милые. Детализация. То есть, тут есть как бы такие мелкие детали, на которые не обращаешь внимания, но они делают образ каждой куклы. И каждая кукла особенная. Идеями 19 века мужчина увлекся еще в детстве. Интересовался различными шестеренками, механизмами и конструкциями. А затем захотел попробовать их оживить. Теперь же некоторые куклы-мастер окрасуются в частных коллекциях Беларуси, России, Латвии, Эстонии и Германии. К слову, любую из представленных на выставке в художественном музее горожане тоже могут приобрести. Оценить мужской взгляд на искусство можно до 20 февраля. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.